Итак, своё повествование о технологических возможностях в диагностике рака лёгкого я постараюсь привязать к этапам диагностики и наблюдения данного злокачественного заболевания, к которым относятся скрининг, поиск первичного очага, оценка распространённости, планирование хирургического лечения, поиск метастазов, планирование лучевой терапии, контроль эффективности химиотерапии и наблюдения после проведённого лечения. Ряд технологий уже хорошо известны и используются в рутине, говоря про компьютерную томографию. В частности, я имею в виду программы сканирования iPatient, они у вас используются в полном объёме, и это уже привычно. Протоколы статистической итеративной реконструкции IDOS тоже у вас используются, но мы их обсудим в сравнении с модельной реконструкцией iMAR. Итак, что же такое для нас с вами возможность снижения дозы и уменьшения шума? Итак, для чего всё это придумывалось и для чего всё это используется? Когда мы хотим быть более гуманными, скажем так, то мы стараемся снижать дозу. Но со снижением дозы и при использовании стандартных реконструкций наше изображение оставляет желать лучшего. Какая главная проблема шумных изображений? Даже если предположить, что мы можем в полном объёме проанализировать полученные данные. Как рассказывал Гомбалевский Виктор Александрович, к нам в дверь кабинетов уже стучится искусственный интеллект. И вот главное препятствие для автоматизированной работы этого самого искусственного интеллекта, как нашего консультанта, это качество медицинских изображений. Если у нас низкодозное сканирование, то зашумлённые изображения, особенно в области верхушек, это большая проблема. Поэтому итеративные статистические реконструкции на сегодня стали стандартом и используются во всех новых сканерах. И Philips здесь не исключение. Первоначально перед инженерами стоял вопрос о влиянии шума на визуализацию узлов в лёгких. Но на данный момент этот вопрос уже не стоит и успешно решён. Мы можем с вами убедиться, что при статической итеративной реконструкции iDOS, которая представлена на данном слайде, не возникает сглаженностей, сохраняется чёткость и выявляются очаги в верхушках, которые раньше были скрыты шумом на стандартной реконструкции. Таким образом, итеративная реконструкция открывает возможности для скрининга рака лёгкого с дозой около 1 млзв. Но следующий этап развития технологии стал итеративная модельная реконструкция iMAR. Это более сложный алгоритм, который дополнительно создаёт структурную модель анатомии и вычисляет её статистическую достоверность. Таким образом, iMAR способен создавать изображение, практически лишённое шума даже при очень низкой дозе. Что представлено на данном слайде в виде графика сравнения шума при низких энергиях сравнение стандартной реконструкции iDOS и iMAR. И мы с вами видим, что уменьшение показателя миллиамперсекунд практически не влияет на повышение шума изображения. Что это для нас с вами значит? Это значит, что мы можем опускаться на дозу меньше 1 млзв в скрининге. Для наглядной демонстрации приведу ещё один слайд. Опять верхушки лёгкого, стандартная реконструкция фильтр C и реконструкция iMAR. И справа можно видеть сравнение стандартной итеративной реконструкции, статистической iDOS последней генерации, то есть последней версии с максимальным подавлением шума при минимальной возможной дозе и реконструкция iMAR. Эффективная доза представлена на слайде. Но это ещё не всё. Сравнение iDOS и iMAR необходимо провести с точки зрения структуры опухоли, поскольку это может быть очень важно для оценки динамики и планирования химио-лучевого лечения. В данном случае на слайде представлено изображение с томографа КТ Бигбор. И наглядно продемонстрировано, что даже при снижении эффективной дозы мы получаем более детализированную картинку опухолевого узла. Резюмируя, можно сказать, что iMAR — это хорошее преимущество для современной онкологии. Оно позволяет полностью удалить шум с изображения при низкой дозе, значительно увеличить разрешение низкоконтрастных изображений, позволяет нам обладать новыми возможностями детализации структуры образования и степень распространённости, снижать киловольтаж при контрастных исследованиях даже у крупных пациентов. А также, что немаловажно, увеличивать продолжительность жизни рентгеновской трубки, что всегда важно в нашей с вами работе. Но говоря о получении изображений, мы не можем пропустить этап анализа полученных данных. В данном случае я буду вести речь о приложении оценки узелков в лёгких. Я думаю, что часть президиума знакома с этим приложением, но позволю себе напомнить, что мы получаем. Мы получаем полуавтоматические алгоритмы, либо автоматические алгоритмы. Итак, автоматический алгоритм в данном случае — это поиск узлов, CAD-алгоритм, либо компьютерное зрение, компьютер-ассистодиагностик для идентификации подозрительных узлов в лёгких. Дальше мы с вами на основе объёмной сегментации узла в один клик получаем комплекс параметров с количественными и качественными характеристиками. Говоря про количественные характеристики, мы их с вами получаем в обязательном порядке, в том числе объём и массу узла. Часть из них используется в скрининге, часть не используется, но не обязательно вести речь о скрининге. Мы также с вами можем вести речь о первичной диагностике и наблюдении. Имея автоматизированные параметры с возможностью корректировки, мы получаем с вами точные результаты во время наблюдения пациента. Говоря о качественных параметрах, они также могут заполняться программой, на основе алгоритмов искусственного интеллекта, но могут быть заполнены врачом вручную. Для чего всё это нужно, если не учитывать относительные параметры динамики процесса? Это рекомендации ведения пациентов. Это Ланкрац, это Флейшнеровская ассоциация и калькулятор рисков. Про эти рекомендации сегодня уже неоднократно говорилось. Я лишь хочу упомянуть, что, возможно, опытный врач в вашем учреждении сможет безошибочно и в час ночи поставить класс вероятности злопочисления узла и написать в заключении, что нужно дальше пациенту делать. Но не всегда, как показывает практика, врачи быстро ориентируются в рекомендациях, будь то скрининг, либо пациент вне скрининга. Поэтому очень полезно, когда программа на основе количественных и качественных параметров генерирует рекомендации за врача. Врач при желании может от них отказаться. Это тоже надо учитывать. Здесь программные компоненты не подменяют человека. Продолжая мой рассказ про компьютерную томографию, не могу не остановиться на спектральном компьютерном томографе ICON. Спектральные результаты в случае Филлипса — это не двухэнергетические изображения, как у наших уважаемых конкурентов, а это комплекс сырых данных с высокими и низкими энергиями. То есть, по сути, это извлечение всей информации, которая попадает с рентгеновскими лучами на специальный двуслойный датчик, в том числе и низкие энергии вплоть до 40 кВт. Обеспечивается это благодаря инновационному детектору, про который, я думаю, многие уже слышали. Поэтому идём дальше. Кроме стандартных изображений, рентгенолог в случае спектрального КТ получает возможность дополнительно изучить серии в низких, высоких энергиях, в виде карты плотности йода или виртуальные бесконтрастные изображения, а также карту эффективности атомного веса ткани. Никакого компромисса по протоколу сканирования либо скорости сканирования нет. В каждом исследовании можно в любой момент обратиться к спектральным данным, то есть, по большому счёту, к большим данным, которые получены с этого томографа. Это можно сделать сразу, это можно сделать месяц спустя с регулировкой любой виртуальной энергии по вашему запросу. Говоря про периферические образования в лёгком, всегда является предметом дискуссии во время дифференциального диагноза. Это природа этого самого периферического узла. Контрастирование не всегда даёт очевидные результаты, но дополнительный анализ в низких моноэнергиях либо карты атомного веса позволяют нам отчётливо продемонстрировать структуру узла, его соотношение с рядом расположенными тканями, чтобы сделать более точный вывод о полученных данных. Спектральные результаты улучшают оценку структуры узла, как представлено в данном клиническом случае, где отчётливо видна как активная ткань, так и некротический центр. Хочу обратить ваше внимание на нижний ряд изображений, где крайне слева на изображении представлена карта иодной плотности, и по центру карта эффективного атомного веса. Мы с вами отчётливо увидим разницу в структуре узла. Также наглядно можно произвести совмещение любых представленных данных, не обязательно только тех, что я вывел на данном слайде. Оценка осложнений — это отдельная сложная задача в компьютерной томографии и вообще в онкологии. Поэтому на данном клиническом случае я хотел продемонстрировать, что карта иодной плотности позволяет нам отчётливо понять, что образование в лёгочном стволе, точнее в лёгочной артерии, не является рецидивом опухоли либо прорастанием рецидива после удаления лёгкого. Мы видим на картах йодной плотности, это по центру указано красной стрелкой, что накопления контраста в этом образовании, который выглядит как треугольничек, накопления контраста там нет. Соответственно, это тромб. Обратная ситуация. Метастаз мелкоклеточного рака лёгкого в стенке трахеи справа в процессе наблюдения пациента после опять удаления лёгкого. Также на картах йодной плотности мы видим, что имеется накопление контраста, но в принципе тоже неотчётливо, но и на классическом изображении, которое в верхнем ряду слева, мы тоже можем предположить, что есть накопление контраста и, конечно, его измерить. Но хотелось бы обратить внимание на изображение моно-И 40 кВт, насколько оно более контрастное с точки зрения идентификации накопления контрастного вещества. Оно снимает наше сомнение в том, что здесь имеется накопление, и последующая биопсия подтвердила, что это, к сожалению, был метастаз. Ещё один слайд про возможности виртуальных моноэнергетических изображений, в частности низкой энергии, при слабом контрастировании. В данном случае в мягких тканях левой подмышечной области был идентифицирован небольшой узел. Здесь в данном случае через три месяца было проведено повторное исследование для того, чтобы убедиться в том, какова природа этого узла, и получен был неутешительный результат увеличения данного узла, который хорошо визуализировался при низких показателях виртуальных моноэнергии. Хотя, в общем-то, и при первом исследовании в нижнем ряду представлены варианты виртуальной моноэнергии, йодной плотности и эффективного атомного веса. И пара слов про мониторинг результатов химиотерапии. Мы с вами можем наглядно визуализировать отсутствие специфической ткани в области рубца, что видно как на Z-эффекте, это карты атомного веса, и на картах йодной плотности. Резюмируя, спектральная томография — это расширение границ визуализации в онкологии, которая всегда укомплектована всеми алгоритмами реконструкции и возможностью снижения дозы. Всё остальное я дублировать не буду, я это уже озвучил ранее. Несмотря на то, что некоторые методики позволяют нам получить огромный массив данных, как спектральная компьютерная томография, но всё же иногда от нас хирурги требуют довольно такой привычной методики, как трёхмерная визуализация. Зачем это нужно? И почему я это включил в свою презентацию? Поскольку, общаясь с онкологами, хирургами теракальными в одном из учреждений, я получил довольно качественный отзыв о возможностях автоматического удаления грудной клетки, автоматической сегментации всех магистральных сосудов и сердца и возможности ручной достройки периферического образования и питающих их сосудов, поскольку это оказалось просто незаменимым инструментом для планирования лапароскопических операций на лёгком, а конкретно в центре имени Блохина в Москве. Но это не предел технологий. Мы также можем объединять данные МРТ и КТ с точки зрения 3D-планирования. Здесь я попытался примерно визуализировать, как это выглядит. Я взял данные динамического контрастирования сосудов на МРТ и тот же самый клинический случай периферического рака лёгкого с питающими сосудами, чтобы продемонстрировать, что это не является сложной задачей. Итак, я затронул тему МРТ. Про неё только что подробно и очень интересно было рассказано. Я быстренько расскажу про технологические наши с вами возможности. Итак, на данный момент в подавляющейся большинстве случаев МРТ в оценке лёгких – это задние базальные отделы, где у нас есть спинальная катушка, вся передняя часть грудной клетки выпадает, либо, если даже не выпадает, то артефакты от дыхания, либо от биения сердца. В рамках борьбы с коронавирусом группа исследователей из радиологии Москвы создала методические рекомендации. Создавали они их быстро, и поэтому их обвинять в том, что изображения содержали артефакты от дыхания, мы не можем. В любом случае, они провели большую работу. Это титанический труд, рекомендации по выполнению МРТ лёгких. Но опираясь на эти изображения наших уважаемых коллег, я бы хотел рассказать, как можно нивелировать все эти артефакты. Первое – это навигатор. В принципе, такая технология есть у всех производителей, и Philips тут не исключение. Навигатор использует подвижность печени во время дыхания и тем самым уменьшает артефакты от движения. На данном слайде представлено изображение T1, T2 и градиентной последовательности с использованием только навигатор без синхронизации с сердечным ритмом. Почему это может быть возможно без ЭКГ-синхронизации? Это возможно благодаря технологическим решениям. Это мощности градиентов, это скорость их нарастания, убывания и так далее. Там много параметров, но это важный момент – это технологические ограничения. Когда у нас есть ограничения, мы получим артефакты. Когда мы эти ограничения отодвигаем, то и возможностей у нас больше. В частности, это диффузионно-завершенное изображение. Про него уже упоминалось. Это биомаркеры, очень важные, особенно с точки зрения отдаленной распространенности. Но он будет тем качественнее, чем мощнее наша система. Это и Тесловость, в данном случае три Тесла-изображения, и новые градиенты, встроенные в туннель магнита. Также новая технология синхронизации, синхронизация дыхания пациента в виде такой специальной камеры на обратной стороне магнита. Оно позволяет без участия человека проводить качественную синхронизацию. Технология называется Vital Eye. Продемонстрировать это можно на диффузионно-завершенных изображениях на уровне брюшной полости, когда нивелируются недостатки дыхательного датчика. И в результате те артефакты, которые у нас были перемежающиеся от среза к срезу, мы их убираем. И вот так примерно будет выглядеть сравнение классического респираторного датчика на передней брюшной стенке и новой технологии Vital Eye при диффузионно-завершенном изображении при показателе B полторы тысячи. Я думаю, что все прекрасно видят, что в центральной части изображения при новой синхронизации отсутствуют артефакты. Также стоит отдельно упомянуть диффузионно-взвешенную импульсную последовательность XD-TSE с уменьшенной дисторсией на примере как раз грудной клетки. В данном случае вы можете видеть слияние этих изображений с T2-взвешенным изображением. Вверху классическая диффузия и мипреконструкция справа. И внизу оптимизированная диффузия, тоже слияние, и мипреконструкция, насколько более качественно мы можем оценить биомаркеры диффузионно-взвешенного изображения. Также уже упоминалось про процессы, которые прилежат к грудной стенке, к плевре, к средостению, которые порой можно оценить в виде динамики, а иногда нельзя. В данном случае клинический пример. Удалённая лёгкая послеоперационная область, жидкость, скорее всего, фиброзные процессы. Это оптимизированная, улучшенная методика Dixon TSE. Результат перед вами, я думаю, он говорит сам за себя. Но всё-таки, как же мы ещё можем оптимизировать дыхательные артефакты? Технология Multivane. Сравнение без Multivane и с данным типом синхронизации ткань лёгкого значительно более качественно визуализирована. И закругляюсь, поскольку уже 21 минуту истратил. Это перфузия лёгких после перенесённой вирусной пневмонии. Была выполнена в Санкт-Петербурге нашим научным специалистом совместно с питерскими врачами СПП ГПМУ. Прошу прощения, если неправильно проговорил. Что я хотел продемонстрировать данным слайдом? Не только технологические возможности, которые вы уже видели, современных МРТ-томографов, но и то, что, будучи пользователем современных КТ, либо МРТ-машин, либо программ постпроцессинга, открывает для пользователей новые научные современные возможности. То есть, когда компания Philips помогает вам создавать что-то новое на вашем оборудовании, на взаимовыгодном сотрудничестве. Которое будет полезно всем. И, в общем-то, наши научные специалисты по МРТ это уже доказали. Это далеко не все, но все, что я успел. Поэтому, если у вас остались вопросы, можете сфотографировать данные контакты. Ваш покорный слуга, о котором я рассказывал вам. И Елена Стрелкова, представитель Philips в Санкт-Петербурге. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по телефону, либо через мессенджеры. Благодарю за внимание. Прошу прощения, что на 3 минуты выбрал лимит. Прошу прощения. Прошу прощения, что на 3 минуты вы можете использовать пусть ост velocidade, что на 33 минуты будет Продолжение следует...